Субтитры сделал DimaTorzok Я сразу скажу для тех, кто видит эту рубрику в первый раз и вообще держится за голову и даже не представляет, что я сейчас ему пытаюсь донести. Новая рубрика «Чувак или чувачиха» в описании есть ссылочка на тему ВКонтакте, куда ты можешь загружать свои карты. И кто не знает, рубрика состоит в том, что подписчик, любой, ты, вот ты допустим, не тот сродный подписчик, вот, 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 вот это. Обычный нормальный подписчик строит для меня. Эта флешка реально жизнь портит. Не вот этот подписчик, а нормальный подписчик строит для меня три комнаты, и в каждой комнате он делает для меня какую-то загадку. Я должен угадать, что это за загадка, переименовать листочек бумаги и засунуть его в сундук. И только вот в конце я узнаю, какие результаты в каждой вот этой комнате. Вот, допустим, в этой комнате он мог загадать слово «Ель» или «Новый год», потому что тут есть снег, как я вижу, тут есть сёлка. Допустим, в этой комнате «Новый год». И фиг его знает, я должен догадаться. В этом-то и прикол. Короче, по мере прохождения ты поймёшь, в чём заключается суть этой рубрики. Если ты захочешь, ты можешь построить для меня такую же карту. Кинуть её в группу ВКонтакте, сначала подписаться на группу ВКонтакте, ссылочка есть в описании. И я обещаю, что пройду твою карту, если она будет офигенная. Вот прям обещаю. Сейчас мы с вами будем приступать. Привет, Эдисон, привет. Это карта от меня. Мирослав Любимцев. Иди по тропинке, чтобы дойти до загадок. Давайте скажем дружно огромное спасибо Мирославу Любимцеву за то, что он хотя бы потрудился и хотя бы сделал для меня карту. Я не знаю, насколько она будет профессионально построена. Но меня радует уже то, что Мирослав Любимцев. Братан! Мой братан! Иго-го! Иго-го! Иго-го-го! Не хочешь ты меня катать, сволочь, горбатая? Зато ты поставь лайк у Кос прямо сейчас. Не будь ленивой сракотанцей. Все мои подписчики не должны быть ленивыми сракотанцами. Поставь лайкусик, пожалуйста, прямо сейчас, если мы наберём в эту же секунду 30 тысяч лайков на этой серии. Я обещаю, что я буду выпускать хоть по два ролика в день. Всё зависит только от тебя. Если мы набрём много лайков, я обещаю то, что выпущу продолжение. А сейчас мы будем начинать. Что он здесь написал? Сложности. Легче некуда. Не так сложно. Сложно. Если сложность разбавлена жёлтым, красным или розовым... Жёлтым. То это значит, что это почти просто или это довольно просто. Чувак, Мирослав Любимцев, ты решил мне... Просто вслушайтесь. Если сложность разбавлена жёлтым, красным или розовым, жёлтым, то это значит, что это почти просто или довольно почти просто. Довольно просто жёлтым. У каждого уровня есть полоса сложностей. Мы тебя все поняли, Мирослав Любимцев. То есть, здесь у нас фиолетовое, это у нас легче некуда. Окей. Здесь у нас фиолетовое и жёлтое. То есть, это означает, что фиолетовое и жёлтое, то что не так сложно. Ну, между, между. То есть, легко среднее. А вот здесь у нас жёлто-красное. То есть, получается, чуть сложнее, чем среднее, но чуть легче, чем сложнее. Слушай, ты молодец огромный. Ты большой молодец, Ярослав Любимец мой. У меня аж сиська сверху зачесалась. Но ничего страшного. Окей. Я буду использовать подсказки только в тех случаях, когда я вообще буду тупить и вообще не буду понимать, что он здесь хотел изобразить. Первая комната. Давайте мы с самого начала посмотрим. Здесь у нас просто обычная земля. Здесь у нас ель. Здесь у нас снег. Здесь у нас нихрена, просто долина. А здесь у нас грибной биом. Ответ. Я надеюсь, ты сюда поставил. Перо. Почему перо? Почему не бумажку? Что за дискриминация бумажек? Бумажки страдают из-за нас. Вырубают деревья. Из деревьев делают бумаги. А ты из курицы перо и сраки выщипнул и хочешь... Ну ладно, неважно, это не суть. Окей. Ребят, какие у вас предположения? Это может быть ель. Новый год. Ну, это как-то не смахивает на Новый год, на самом деле. Просто смахивает на... Зима? Ну, то есть, смотрите. Что я могу предположить? Здесь у нас просто обычный биом. А вот здесь резко... Пум! Хендерики, наступает зима. Похолодание, кстати, может быть. Или зима, или похолодание. Окей. Давайте не будем брать подсказки, а просто возьмем буквы. Что здесь есть? В слове пять букв. Как ты это... Ребят, я сам не знаю так делать. Как ты это сделал? Как ты в чате вот так красиво написал? Мне самому нужно научиться. В слове пять букв. Ну, ты, конечно, чувак и красавец, Мирослав, любимцев и любимцев наш. Пять букв. Окей, что это может быть? Похолодание отпадает, зима отпадает, потому что зима четыре буквы, снег отпадает, ель отпадает, пять букв. А что... Ребят, какие у вас предложения, что это может быть? Что-то точно связано со снегом. Я не тупой, берем вторую подсказку. Окей. Подсказка словами. Ни хрена себе, даже подсказку словами сделал. Подсказка словами можно встретить в обычном мире. Иногда прямо перед носом. Что? Осел! Иго-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го! Ты меня будешь возить в этой жизни? Вперед! Иго-го! Вперед! Вперед! Ботва! ПОТВАДВИГАЙСЯ! Не осел, а паран! Можно встретить в обычном мире иногда перед носом. Из пяти букв. Что-то связано с биомом. Или с зимой. Да хрен его знает! Окей! Буквенная подсказка. Б. Первая буква Б. Биом. Биомы! Я всю серию вот сейчас говорю слово биом. То, что я нахожусь в каком-то биоме, а ты мне... Подожди. Или не биомы. Что-то находится в мире перед глазами. Можно встретить прямо сразу. Вот сейчас. Биом. Биом. Окей, смотрите. Логистики рассуждают. Я не знаю, ребят. Напишите в комментах, правильно я рассуждаю или нет. Здесь у нас земля. Здесь у нас долина. Здесь у нас грибной биом. А здесь у нас снежный биом. Я склонюсь к тому, что это все же биомы. Я не знаю, правильно биомы. Правильно ли я это делаю или нет. Но хорошо. Я постараюсь использовать как можно меньше подсказок. Но окей, все хорошо. Приступаем к следующей комнате. Вторая комната. О, господи. Что это такое? Блок питания. Тутунус В3. Что это такое? Спайдер Т3. Спайдер Т3? Спайдер Т3. Что это может быть такое? Спайдер Т3. Это футболка. Это труселямбы человека-паука. Какие страшные... Че? Окей, это так хорошо. Блок питания. То есть, может, это комп. Где есть блок питания? А, блок питания везде есть. У меня вот в свете есть блок питания. У меня даже в других наушниках есть блок питания. Блок питания это комп. Что еще может быть блоком питания? Да что угодно. Хоть черепушку твою блоком питания можно назвать. Ну хорошо. Давайте мы посмотрим на вот это. Хайскрин. Покажи. Карта. Покажи. Папка с файлами. Ну тут-то ты спалился, подписон, Мирослав Любимцев. Так это флешка. Блок питания. Это флешка. Давайте наверх залезем. Черная флешка. Да, черная. У меня такая же флешка. Ну, не моя вот эта флешка подписчика. Ну. Да. Флешку засовываю в блок питания и на флешке вот монитор. Он написал монитор. И на мониторе у нас покажи карта. Это флешка. Это флешка. Я даже не буду ни буквы узнавать, ни подсказки, чтобы просто дать шанс этому подписчику, чтобы он выиграл. Не забывайте, если я угадываю две постройки из трех, значит я выиграл. Если я угадываю три постройки из трех, значит я вообще чемпион этой планеты. Если я угадываю... Ну, мне кажется, такого никогда не будет. Если я угадываю одну постройку из трех, значит я проиграл. Это флешка, я даже, я уверен на 100% в том, что это флешка Опа, ставим сюда Вторая комната из трех есть, осталась последняя И это самое сложное О господи, окей Чувак, если ты мне здесь загадал зомби-апокалипсис Это первое, что мне пришло на ум Если это зомби-апокалипсис, то это, наверное, должно было быть на самом начале Как самая простая постройка Потому что я про биомы Я надеюсь, что это биомы Думал больше, нежели про это Смотрите, есть зомби, есть второй зомби Есть чувак в броне, который якобы выживает Везде у нас что-то догорит Везде у нас какая-то испорченная земля Это зомби-апокалипсис Я, вот, сделаем так Я даже не буду брать ни одну подсказку Я даже не буду узнавать, что это за слово Я дам просто шанс подписчику Это зомби-апокалипсис Вот просто, хорошо Даю шанс Зомби-апокалипсис Ты загадал зомби-апокалипсис Всё! Всё! Обратного пути нет, я дал свой ответ Сейчас смотрим Результат Что он на самом деле загадал Вы готовы, детвора? Я готов Фух Первая комната Биомы! Да, 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 да Всё есть, всё сочетается Здесь у меня биомы И здесь у меня тоже биомы Биомы, биомы Первую комнату я угадал Один из трёх У меня есть шанс ещё выиграть И у тебя есть шанс выиграть Вторая комната Флэшка! Ну, мне кажется, что первая комната Была даже сложнее Нежели Вторая Ну, окей Я угадал Я очень сильно переживаю По поводу третьей комнаты Потому что, ну, мне интересно Что же там Ну, я просто Отсклоняюсь Потому что это реально Зомби-апокалипсис Третья комната Зомби-апокалипсис Ну, как ты мог так сделать То, что третья комната Легче, чем первая И вторая вместе взят Ну, как? Ну, как? Ну, как? Ты написал то, что Жёлтый не так сложно Красный сложно Это было проще всех Я даже дал тебе два шанса В следующий раз, пожалуйста Строй что-то сложнее Сложнее, чем вот это Мирослав, любимцев Ты огромный молодец Ты был одним из первых Я заметил в группе ВКонтакте Кто построил для меня карту Я говорю тебе огромное спасибо Я буду ждать продолжения Напишите в комментах Хотите ли вы продолжение От Мирослава Любимцева Или же Сами можете мне построить карту Я её обязательно пройду Если она будет интересная А сейчас мы на этом уже будем заканчивать Я всем вам скажу Огромнейшее спасибо Я честно вам говорю То, что я хочу записывать эту рубрику Хоть каждый день Если будет много карт Будет много серий Эдисон сказал слова Эдисон не пейник Зато в рифму Мне кажется Все рэперы так начинали Ставь лайк Укуси Если хочешь продолжение Набираем 30 тысяч лайков Прямо сейчас Я обещаю то Что я сразу же выпущу новую серию Не будь ленивой Сракотанцей Подписывайся на канал Чтоб никогда не пропускать новые серии Я скажу тебе огромнейшее спасибо за просмотр Всем удачи И всем Па Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»